МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. За счет собственных доходов в Чуваши вырос бюджет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока с приставкой ИО. Михаил Багаратов станет новым министром спорта Чуваши после оформления ряда документов. Мы вместе, как Чуваша отметила, всероссийский праздник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет Чуваши вновь скорректирован из-за роста собственных доходов. Изменения в стратегическом документе одобрили в правительстве. Куда предлагают направить средства министры, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Параметры бюджета в правительстве региона уточняют в третий раз. Собственные доходы республики превзошли прошлогодние прогнозы. В казну поступит еще 1 миллиард 700 миллионов рублей. Собственные доходы бюджета составят 29 миллиардов 89 миллионов. Всего, с учетом данного уточнения, с учетами безвозмездных поступлений, доходы республиканского бюджета составят 49 миллиардов 407 миллионов рублей. В республике наметился рост налоговых доходов. Сказалось, проводимая в регионе работа по ликвидации серой занятости, отметил Михаил Игнатьев. С учетом того, что мониторим серии схемы, администрируем, и наши налогоплательщики практически больше открываются, больше работают публично и честно, и отчисляют соответствующие налоги. И касаясь уже НДФЛ, и физические лица, и предприниматели, которые тоже имеют соответствующие документы, отчисляют соответствующие налоги. Рост доходов позволит реализовать приоритетные проекты. Порядка 1 миллиарда в правительстве предлагают направить на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие промышленности. Муниципальным учреждениям образования и культуры выделяют 700 миллионов рублей, из которых 247 миллионов рублей направляется на обеспечение безопасности самих муниципальных образований и этих учреждений. Все проверочные мероприятия надлежащим образом будут проводиться для того, чтобы обезопасить, обеспечить охрану общественного порядка. Те случаи, которые произошли в Архангельске, в Керчи, набражные челны обнаружили с ХОН, 18 человек арестовали. Мы рядом живем, поэтому мы бдительность не должны терять. Немалые суммы заложат на строительство детских садов, капитальный ремонт домов культуры и архивов, модернизацию спортивных объектов. Еще одна статья расходов – заработная плата работников бюджетной сферы. К бюджету 2017 года также существенное увеличение расходов на 15% или на 3,5 миллиарда рублей. По 2018 году по врачам оценка более 48 тысяч рублей будет зарплата, что два раза больше 2019 года. По заработной плате воспитателей также увеличение два раза и полтора раза по увеличению заработной плате предработникам школы. На повестке дня и подготовка трехлетнего бюджета для республики уже обозначили объемы федеральных дотаций. Только на развитие медицины поступит порядка трех миллиардов рублей. Последняя радость, которая пришла уже представитель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, сама лично позвонила и констатирует. Спорили, говорит, очень долго, но предпочтение, говорит, я не могла, говорит, не отдать Чувашской республике. На реконструкцию здания стационара бюджетного учреждения городская детская больница номер 2, в народе говорят инфекционная, нам в 2019 году выделяют 208 миллионов 300 тысяч рублей. 161 миллион рублей до этого знали. Итого, по 2019 году, с учетом объектов инвестпрограммы, мы получим 1 миллиард 118 миллионов рублей. Параметры бюджета глава республики обсудил с депутатами Госдумы. Ключевая задача – привлечение инвестиций на реализацию майских указов. Третье изменение в бюджет 2018 года – это не последнее. По результатам работы исполнительной власти, депутатского корпуса разного уровня, у нас есть возможность четвертый раз до конца года внести изменения. Мы должны лоббировать интересы нашей Чуваши здесь совместно с нашими коллегами. В уже принятом депутатами Госдумы федеральном бюджете большую долю расходов предусмотрят на развитие регионов и поддержку села. 12 нацпроектов Российской Федерации, еще могу назвать, наверное, и 13-й будет. Это развитие инфраструктурных проектов. Значительные средства выделяются на дороги, значительные средства выделяются на инженерную инфраструктуру. Решили фракции предложением выделить еще дополнительные средства на социальную инфраструктуру для села. Впервые этот бюджет профицитный, 2 триллиона рублей с профицитом. Закон о проектах о республиканском бюджете рассмотрят на очередной сессии Госсовета 16 ноября. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика. Глава Чуваши подписал указ о мерах по улучшению инвестиционного климата. В рамках этого документа правительство Республики будет создавать условия для развития новых производств. Для резидентов индустриальных парков и территории опережающего социально-экономического развития снизят размер платы за земельный участок. Установление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность, на которой не разграничена, в размере ставки земельного налога за единицу площадь такого земельного участка. А также цены продажи земельного участка при приобретении его собственности в размере 15% от кадастровой стоимости, чтобы они эти средства направляли на реализацию своих проектов. Такие меры, отмечает глава республики, должны стать стимулом для предпринимателей. От реализации проектов в индустриальном парке Чебоксары и территории, опережающего экономического развития в Канаше, ожидают большого эффекта. Планируется создать порядка двух тысяч новых рабочих мест. Плюс освоение площадок, на котором мы из республиканского федерального бюджета уже затратили средства. То есть мы эти площадки создаем еще более привлекательно, куда резидент прежде всего придет, нежели чем на частные земли. Поэтому я считаю, что указ будет реализован, он даст дополнительный символ. И действительно, это обращение предпринимателей наших, это народу нашего. Поэтому мы, благодаря подписанию указа, дадим дополнительный символ. А средства, которые у нас высвобождаются, они, безусловно, пойдут на модернизацию. Мы разработаем порядок. В правительстве Чуваши очередное назначение, должность министра физической культуры и спорта занял Михаил Багаратов. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. С новым руководителем ведомства встретился глава республики. Приставка исполняющей обязанности – формальность. Долгое время Михаил Багаратов проработал в структуре Минобороны. Чтобы получить портфель министра, необходимо оформить ряд документов. Я обсуждал разные кандидатуры, советовался с спортивным сообществом, лидерами, чемпионами. Подзывается хорошо. Поэтому, с учетом того, что форму 2 надо оформлять, я сейчас вас не могу сразу назначить. И в адрес я уже делал предложение, чтобы вы возглавили это министерство. Согласие письменно есть, все процедуры соблюдены. Большое спасибо за то доверие, которое мне оказано. Я его постараюсь в полной мере оправдать. Вы правильно сказали, что я учу ваших с большими традициями спортивными. Последние три года Михаил Багаратов руководил Федерацией футбола. Этот вид спорта становится востребованным. Особенно после чемпионата мира. Всплеск и бум футбольный. И в частности в нашей республике. То есть очень много ребят детского и юнорского возраста приходят в секции, желающих заниматься. Также и взрослые, и ветераны. Ну, сейчас просто большое желание заниматься имя футболом. Рассчитываю на то, что с вашим приходом у нас еще лучше будет на территории республики по занятию физической культурой и спортом. С учетом поставленных задач президентом Российской Федерации. На первый план выходит и подготовка чемпионов. Как добиться в спорте успеха Михаилу Багаратову известно. 20 лет он работал главным тренером команды внутренних войск МВД России. На уровень выше в республике должны подняться хоккей и футбол. Сейчас вот передовые позиции у нас занимает химик поселок Вурнары. Они являются чемпионами Приволжья в большом розыгрыше, являются обладателями розыгрыша Кубка Приволжья, являются чемпионами республики. Так что основы есть для того, чтобы совершенствоваться. Крайне важная задача – поддержка спортивных школ. Для хоккейных команд республики приобретут клюшки, произведенные в России, но ничем не уступающие раскрученным западным брендам. Эту инициативу Михаил Игнатьев озвучил в нашей съемочной группе на товарищеском матче между правительством региона и госсоветом. Касаясь детско-юмерческих спортивных школ, мы обеспечиваем, оснащаем их инвентарем, спортивным оборудованием. Поэтому энное количество мы купим за счет бюджета Чувашской республики. В этом я ответственно говорю, подчеркиваю, зачем нам покупать иностранные клюшки. В этой конкурентной среде есть достаточно практически на сегодняшний день выбора, поэтому каждый праве выбрать свой вариант. Но мы должны максимально информировать и предлагать, покупайте российское. По теме импортозамещения можно сказать, государственную задачу, поставленную президентом России, нашим национальным лидерам, любителям хоккея, вот это уже и в наших руках. Команды правительства и госсовета играют в хоккей регулярно, показывая пример другим. Республика ставит перед собой новые задачи. Через 4 года в спорт должны быть вовлечены не менее 55% жителей Чувашии. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. В минувшее воскресенье страна отметила День народного единства. О том, как это было в столице Чувашии, далее. Тысячи шаров цветов российского триколоров залетели над Красной площадью Чебоксара в День народного единства, пронзая занавес проливного дождя в память об историческом событии, подарившем нам этот праздник. Сегодня, как и во времена Минина и Пожарского, спасших нашу страну от польской интервенции, мы говорим о великой силе единения. Искренне, от всей души, поздравляю вас с этим замечательным праздником С Днем народного единства! Желаю мира, согласия, любви и дальнейших побед! Земля русская не раз страдала от иноземных захватчиков. На ее за счеты вставали все как один. Сегодня в нашей многонациональной стране проживают более 160 народов. В одной только Чувашии на протяжении многих веков в мире и Ладу живут 128 национальностей. Настроение супер, отличное! Погода не помеха, вообще очень весело, здорово! У нас Чувашская республика, многонациональная республика, как говорится. Поэтому все дружно живем, радуемся жизни, танцуем. Все! Всем здоровья желаю, самое главное, счастья! Любите друг друга, улыбайтесь! По традициям мы собираемся здесь каждый год, праздничный день. Хорошая музыка, с друзьями встретиться, пообщаться. Я думаю, такой день, это как бы сплачивает народ. В хороводе национальных культур, объединившем все районы республики, участвовали почти 24 тысячи жителей. По обыкновению в нем соединились люди разных национальностей и разных вероисповеданий. Малина Петрова, Бахтияр Вилеев, Республика. А в Доме дружбы народов состоялся пятый республиканский фестиваль национальных культур. Единая семья народов России, так называется фестиваль национальных культур. Под крышей дома дружбы собрались люди разных национальностей и вероисповеданий. Мы из Турбистана приехали, у нас очень хорошо, красивый город. Сегодня вот с праздником хочу поздравить всех, желаю здоровья, большой удачи вам. Мы из Узбекистана, здесь очень хорошо, люди тоже хорошо, мне очень нравится здесь. Очень дружелюбнее, все чуваши и другие национальносты. Вообще-то Россия многонациональная, это страна. Нравится вам здесь? Да, конечно, нравится. Татарский чпачмак, узбекский плов, восточные сладости участники фестиваля представили кухню разных народов России. Традиционные ремесла и предметы быта, представленные на фестивале, только дополнили общую картину праздника. Многие участники пришли в национальной одежде. В свое время каждый азербайджанка одевала вот такие костюмы. Я всегда говорю, национальная одежда женщина больше притягивает, чем в европейском стиле. Они еще красивее, они еще прекрасные. Поэтому считаю, что вот узор, красота и самое главное, в нем женщина, которую мы все любим. Это самое главное. Впервые фестиваль провели пять лет назад. Тогда в нем приняло участие более тысячи человек. С каждым годом количество участников растет. Неизменным остается атмосфера дружбы и взаимопонимания. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика. В прошлом году в Чувашии начала работать программа инициативного бюджетирования. В сельской местности ее курирует Министерство сельского хозяйства Республики. Суть программы такова. Местные жители сами решают, что нужно построить или отремонтировать на территории их поселения. И софинансируют расходы на это. Пользуются ли популярностью данная программа в районах Чувашии, узнавали депутаты Государственного совета и наша съемочная группа. Новые дороги, благоустроенные детские площадки, парковки и многое другое. За 2017, то есть первый год работы программы по инициативному бюджетированию, в 97 городских и сельских поселениях Республики реализовали более сотни проектов. В 2018 в два раза больше. Комсомольский район в программу включился активно. За два года 21 проект. Один из них – спортивная площадка у комсомольской школы номер один. Вот как здорово. Скорто Али появится. Здесь раньше лежал мусор, а сегодня благоустроено. Здесь сюда приходят люди, занимаются спортом. В смеси на благоустройство родника в деревне Осаново означалась сумма в 618 тысяч рублей. Более 100 тысяч из них собрали жители. Как говорят старожилы, раньше родник был для деревни источником жизни. Они здесь вот здесь воду таскали. У нас в деревне тогда воды не было, водонапорной башни не было. Жители деревни Долгий остров Батревского района решили, что нужнее всего им дороги. За два года здесь сделали несколько улиц. Почему вы были за такое, чтобы вложиться и построить дорогу? Потому что здесь работаю и здесь живу. И лично по этой улице я 68 лет жил. Раньше в непогоду по улице Апанаева можно было проехать только на тракторе. Теперь здесь щебеночное покрытие. Глава сельского поселения уже представил проекты на следующие годы. В наших планах есть еще в дальнейшем, если программа будет работы, если поддержка будет. Да, да. Мы хотим еще включаться. Вот улица у нас остается, улица молодежная и улица центральная, которая основная идет к школе. В самом селе Батрево проезды во дворы активно ремонтировали в прошлом году. В этом по улице Карла Маркса появилась парковка и детская площадка. Я тут люблю карасели, турник этот. Здесь постоянно дети играют. Очень нам хорошо, удобно. Направления, которые можно реализовать по программе, практически не ограничены. Жители могут решить, что для них сейчас первостепенно. Отремонтировать школу или спортивный центр, благоустроить набережную или парк. Впрочем, всех проблем данная программа не решает. Так, главы поселений пожаловались, что инициативное бюджетирование не предусматривает строительство площадок для сбора мусора, и закупку контейнеров. А наличие таковых требует мусорная реформа. 1 октября 2018 года, как выбрали региональные операторы, мы столкнулись с очень большими проблемами по сбору мусора. Запутаты Государственного совета обещали рассмотреть возможные варианты, чтобы переход на новые правила не сильно бил по местным бюджетам. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Таким стал первый день этой короткой рабочей недели. Далее полезная информация. Я прощаюсь с вами до завтра. Свой в любой среде. «Ладекс Рэйкросс» готовы покорять новые дороги и направления. В дилерском центре «Чебоксара Лада» в Новочебоксарске прошла презентация новинки автоваза. «Мы приехали посмотреть на новую машину. Ну, в интернете видели, интересная показалась. Может, даже и купим. Но она высокая, клиренс у нее хороший. По нашим дорогам нормально, думаю, самое то будет». 215 миллиметров дорожного просвета. Конструкторы полностью переработали подвеску, усилили подрамник, поставили новые бамперы. Под капотом двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы. «Веселение прекрасное. Тут пространство хорошее, где можно подлезть, подрегулировать, подремонтировать. Лучше стало». Пока одни гости изучали начинку «Х-Рэйкросс», другие тестировали салон. Новая приборная панель, сенсорная магнитола, регулировка и подогрев руля. На рулевом колесе все необходимые кнопки управления. «Как ощущения?» «Вау! Просто здорово! Все есть. Еще и камера, наверное, есть. Классно. Очень даже такая новинка. Прямо радует. Прямо сейчас можно сесть и поехать. Дело только оформиться и поехать». Сесть и поехать можно было прямо в автосалоне Чебоксара-Улада. На тест-драйв записались более 50 человек. «Весло удобное, зеркала тоже, обзор хороший. На данный момент я имею автомобиль Kia Rio, владею. И XR мне больше нравится. Движок мощнее, подвеска мягче, ну и шумоизоляция лучше». Для комфортной езды четыре режима – песок, снег, грязь, спорт, отключение системы противобуксовки. Цены на новый «Лады» X-Roycross стартуют от 730 тысяч рублей. «А в автомобиле уже будут присутствовать две подушки безопасности. Все системы безопасности будут. Усилитель руля, электростеклоподъемники, аудиосистема, подогревы. Все это будет присутствовать в «Лады». Хотите купить этот автомобиль? Добро пожаловать в Новочебоксарск, в дилерский центр Чебоксара-Улада. «У нас есть полное техническое гарантийное страховое сопровождение автомобиля. У нас есть такие плюсы, как регистрация автомобиля в салоне. Опять же, подарки в честь юбилея Чебоксара-Улада. Большой склад автомобилей, многие автомобили с документами. Сразу». «Ваша новая «Лады» X-Roycross уже ждет вас в дилерском центре Чебоксара-Улада по адресу Город Новочебоксарск, улица Восточная, дом 6. «Вкус нравится, качество нравится». Поэтому и берут, кто классику, дарницкий, подовый, бородинский, кто новинки. Хлеб с клюквой, с ивлох на хмелевой вытяжке или фруктовый. На выставке в день работника сельского хозяйства «Хлебозавод номер один» посетители и покупатели угощал свежими хлебобулочными изделиями. «Мне очень нравятся вот эти вот сушки, челнок. Они вообще, и вот к нам привозят, они, во-первых, долго хранятся, и вкус не теряют. И сегодня, конечно, мне очень вот хлеб вот этот понравился, заварной, буханочкой маленькой». «Сколько сейчас за ассортимент у вас продукции?» «Ежедневно 120 наименований выпускают». «20?» «Да». «Что больше продается?» «Хлеб водовый, да, внесли наш». «Кондитерский, да?» «Кондитерский изделие, торты очень хорошо продаются. Чеваш, что говорю, у нас вот. «С душой сделано, все продается?» «Да». «Тесто дышит», говорят, на производстве. Поэтому к нему относятся как к живому и стараются вкладывать в него все самое натуральное. «Творожные продукты мы не применяем на производстве на сегодняшний день. Все творожные изделия, которые у нас выпускаются из натурального творога. Кроме того, мы яичный порошок тоже не применяем, а применяем натуральное яйцо. Яйцо натуральное у нас и в выпечке кондитерских изделий, наших тортов, поэтому они высоко оцениваются нашими покупателями». Почти 85 лет на Чебоксарском хлебозаводе номер один пекут хлеб. Соблюдая традиции, здесь не забывают об инновациях. Недавно открыли новую технологическую линию для изготовления баранок. «Ежегодный инвестиций составляет порядка 50 миллионов рублей в техническое перевооружение, что дает нам возможность выработать вот ту продукцию, которую мы сегодня поставляем в нашу фирменную торговлю, в магазин «Акалач» и по всей республике и за ее пределами». Десять тонн хлебобулочных изделий выпекают на заводе за один день. Их развозят по магазинам «Чувашием», а сушки, печенье и слойки отправляются еще и за пределы республики в Йошкар-Алу, Нижний Новгород, Казань, Киров, Кострому. «АвтоВАЗ» не стоит на месте. И в последние годы все чаще радуют автолюбители новыми моделями авто. В их числе «Лада X-Ray Cross». Усовершенствованный хэтчбэк повышенной проходимости презентовал лучший дилер «Лада» 2017 года «Диал Авто». Данный автомобиль идеален, у него нет конкурентов. Обновленный автомобиль «Лада X-Ray» отличается дорожным просветом 215 мм. Добавились дополнительные пластиковые вставки вокруг арок, вокруг порогов, дополнительные рейлинги, которые установлены с завода из алюминиевого сплава. Выпускается с двигателем 1,8-122 л.с. есть адаптированность к плохим дорогам. «Лада X-Ray Cross» сочетает в себе все преимущества стильного городского кроссовера. Рационально организованное пространство и каждый элемент салона продуман для того, чтобы «Лада X-Ray Cross» был удобен и в туристической поездке, и для перевозки крупногабаритного багажа. Тот, кто однажды сел за руль этого автомобиля, не сможет с ним расстаться. «У меня уже есть один X-Ray, я его брал буквально через полгода после старта продаж, как новую модель. А вот эта модель, я давно ее ждал, я вот сейчас думаю, может быть, есть смысл поменять мой X-Ray на X-Ray Cross. Мне очень нравится. Салон, дизайн, руль. Вот это вот. Ну, в идеальном просто, вот лично для меня. У нас были все «Лады», «Шук-5» поменяли, но это нас больше всего устраивает, и это пока. Так что пришли поинтересоваться, какие изменения. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше прокатиться на обновленной модели «Лада X-Ray Cross», чем смотреть на нее. Для всех желающих салон «Диал Авто» проводит бесплатный тест-драйв. По-настоящему прочувствовать машину можно только так. Сцепление хорошее, машина едет хорошо, устойчивое, сцепление хорошее, мягкое, тормоза мягкие, руль слушается хорошо. В будущем вполне возможно, что можно приобрести. К выбору салона нужно подходить не менее ответственно, чем к выбору автомобиля. Приобретайте авто только у проверенных дилеров. Наш автосалон является лучшим дилером по всей России за 2017 год. У нас действует индивидуальный подход к каждому клиенту. Приезжайте к нам.